Субтитры делал DimaTorzok Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий працівий пресс-центр» вас вітаю я, Анна Кравчук, а також я вітаю сьогодні нашу гостю, авторка книги, юна письменниця книги, її називається «Хороші діти поганих батьків» Анастасія Кривогуз. Настя, хочу тебе одразу привітати з минувшим святом, учора, 9 серпня, якщо ти не знала. У всьому світі відмічається Всесвітній день книголюбів. Його традиційно відмічають усі редактори, письменники, автори книг, такі як ти, і також просто читачі, які полюбляють читати книги. І ми з глядачами сьогодні хочемо дізнатися від тебе, як ти написала і видала книгу, зробила ти це, як мені відомо, в досить юному віці, як ти взагалі вирішила її написати і як прийшла до цього, як ти все ж таки її видала, як її побачив у світ. Доброго дня усім також. Взагалі я написала цю книгу у 16 років, тобто почала її писати десь у 15, закінчила писати у 16. Це такий перехідний був період з 15 до 16. І саме випустила цю книгу вже у 17 років, прийшла презентація цієї книги, тому це ще такий перехідний вік для дитини. І ця книга саме ось з думками підлітка, напевно, якось, скажімо, якось так можна сказати про цю книгу, про початок її. Тоби вона зараз у руках, можеш показати нашим глядачам. Так, ну, про що вона анонсує, нам таки зроби анонс, тому що видала ти її у 2017 році. Вона зараз знаходиться ще на полицях книгарень, бібліотек, де її можна знайти. І про що вона, щоб нашим глядачам захотілося, можливо, і прочитати, якщо вони не в курсі? Та, ця книга знаходиться ще... Я перейду на російський, тому що все-таки книга на російському язві, тому більше удобніше буде розказувати про її на цьому язві. Книга знаходиться ще і в бібліотеках, і в центральних бібліотеках, тому, скажімо такі, є можливість купити. Було, якщо я не ошибаюсь, тираж 150 екземпляров цієї книги. Це книга, її названня «Хороші діти, плохих родителів», це книга про історію дітей і неблагополучних семей, які... Ну, то есть в цій книгі я розкрывала вопрос, можуть ли ці люди создати хорошу життя свою, соответственно, можуть ли вони добитися успіхів, несмотря на то, що у них, вот, їх все дітство окружали люди, які там либо біли, либо біли їх, либо вот какие-то вот такие ситуації происходили. В цьому є, вот, заключається смысл цієї книги. У 15-16 років ти обрала саме таку важку тематику, чому? Все всегда спрашивают. Сразу хочу сказать о том, що у мене прекрасна семья, у мене прекрасні родители, моя життя росла в любви постоянно, але просто случилось так, що у мене всю мою життя окружають люди, у которых є якісь якісь проблеми в семьі. І я просто, вот, да, действительно, я в 15 років задалася цим вопросом «могут ли?». Просто на них всегда лежит такое клеймо, наверное, то, що вот, він не з благополучної семьи, поэтому все, нічого він не зможет добиться, і потому що вот так вот. Я задалася вопросом в тому возрасте, а правда ли це, і ли це действительно клеймо, которое не имеет никакого значения. Ти відповіла на це питання? У книзі або в житті? Я відповіла і в книге, я відповіла і в себе, і для себе на цей питання, насправді. Після цього я теж прийшла к определенному виводу, звісно же, і це дуже повлияло на мою життя в дальнішому. Ну, розкажи ось саме про цей процес написання і видання, тому що ми поговорили про книгу, про її сенс, і мету, яку ти в неї вклала, яку ти хотіла донести до читача. Якось цей процес відбувався у нашому місці, як я розумію, звернулася ти до видавництва. От якось цей процес пройшов у тебе? З самого начала, вот именно процес написання, ти пишеш сначала вот то, що у тебя какой-то порыв души, пишеш, пишеш, потім в какой-то момент я постоянно давала перечитывать это некоторым людям, у меня було 2-3 человека, которые стабильно перечитывали там, главу какую-то, говорили мне какие-то корректировки, что-то, может, я, или ошибки какие-то сделала, либо что-то, я недораскрыла какую-то суть. После чего я обратилась за помощью в выдавництво, в издательство, и тоже читал корректор, книгу эту читали, её редактировали в какой-то степени, то есть, опять же, на какие-то ошибки. Потом это всё согласовывалось со мной, то есть принимаю я эту коррекцию или не принимаю я эту коррекцию. Обсуждалось по поводу обложки книги, что я хочу на ней видеть. В тот период у меня не было знакомых дизайнеров либо кого-то ещё, поэтому обложка книги — это то, что я сделала сама, это моё первое знакомство с фотошопом. Я просто вот видела исключительно, что это должно быть, ну, что картинка должна быть в Днепре, это должен быть вид какого-то мегаполиса, скажем так, что это должно быть там шесть людей на крыше здания, и я решила, что я сама хочу это вот так вот сделать. И после этого уже книга отдалась в печать после коррекции моего согласования, и, соответственно, после этого прошла презентация. Несколько книг меня сразу предупредили, что это будет распределение по библиотекам Украины, мне список, перечень библиотек, которые я обязательно должна их отправить. Все остальные книги, некоторую часть я забрала, некоторую там распределилась на презентации книги, и некоторая часть, скажем так, осталась, я, издательство Лира было, и есть, оно до сих пор существует, и, скажем так, так у них на сайте тоже была, продалась эта книга. То есть, как мы уже анонсировали на початку, ее можно еще найти в библиотеках и в магазинах, чтобы прочитать. Поэтому, глядачі, не впустите свой шанс, купите, берите и читайте. И вот такое у меня есть вопрос, оно не касается конкретно тебе, а книги в целом. Сейчас, на жаль, на превеликий жаль, саме друкованные видения, друкованные книги не используются такой широкой популярностью, как это было раньше, и библиотеки, певно, не буду казать за усі, но большинство не может показать активной изучению читателей, как это было раньше, до появления всех этих новинных гаджетов и так далее. Ты, как мне известно, работаешь в сфере пиар. Может, у тебя есть какой-то погляд? Как ты вважаешь, что можно эту ситуацию поменять и что стоит ее вообще поменять? Сейчас в нашем мире все у нас переходит в электронные, все переходит в телефоны. К сожалению, люди больше начали действительно читать в электронном, потому что это немного комфортнее, телефон всегда с тобой, но я уверена, что есть люди, и не всегда будут, которые в приоритете выберут все равно книгу. Книга и электронный вариант не сравнится ни в коем случае, и всегда люди там будут хранить на полочках собирать книги и перелистывать, любить за чашечкой чая, либо кофе перелистывать и читать эту книгу, поэтому я считаю, что возможно авторам книг стоит задуматься о том, чтобы не все книги выпускать в электронном варианте, как пример, потому что это действительно имеет такой толчок людям, если книги нет в электронном варианте, значит все-таки стоит купить вот в таком вот, в бумажном, поэтому я думаю, это действительно повод задуматься. Ну и расскажи нам про свои плани на майбутнє, что есть у тебя в разработке новая история, которую ты бы хотела поделиться с своими читателями? Да, история, конечно же, есть, немного сложно как-то сформулировать еще свои мысли, потому что если там в 15-16 лет у меня не было там какой-то загруженности, я могла полностью себе просвятить. То сейчас немного сложно с этим, но все равно я верю, что я найду какое-то время, я найду очень такое вдохновение, чтобы продолжить писать историю, которая у меня в голове засела и которую я тоже хочу раскрыть. Давай, может ли ты нам зачитаешь какой-то фрагмент книги, который особенно тебе подобается наибольший? ой, я не готовилась. Не готовилась, ну давай, может ли, подшаток або что-то такое циковенькое. Давайте сейчас, наверное, без глядачами заинтригованы. Да. Ну давайте тогда я вначале зачитаю. На часах полшестого утра первые лучи света уже пробиваются наружу и освещают дорогу. Теперь я могу разглядеть давно забытые места. В детстве до 12 лет каждое лето я ездила к бабушке с дедушкой и это было, наверное, самое лучшее время в моей жизни. Это было беззаботное время, но оно очень быстро закончилось. Именно этой дороги ежегодно я возвращалась домой, глядя на окно через те же поля, я окнулась в мир музыки и читала минуты до прибытия в город. Я до сих пор помню то чувство, когда до перона оставалось пару минут. Еще пару минут и на то время твой любимый город примет тебя в свои объятия. Хотя я и до сих пор его люблю. У меня мурашки по шкаре пробегли. До речи, вот такое питание у меня выникло, а ты бы сейчас что-то изменила или оставила таким, как оно есть в этой книге? 4 лет прошло, 3 лет с момента выделения. Я бы поменяла очень много, если честно, вот сейчас, глядя на мои... Ну, мы же все взрослые, соответственно, у нас меняется наше мышление и, конечно, я бы много всего поменяла, но все равно эта книга на тот период, то есть это те мысли мои в 15 лет, в 16 лет, это те чувства, которые я испытывала, поэтому это то, что, наверное, нельзя менять. Хотелось бы, но я понимаю, что так оно должно быть. Мы тебе дякуем за таку чудово душевный такой диалог. Любые глядачи, я вас закликаю читать, читать друкованные ведения, торкаться этих сторонок, таких пахучих, таких мягеньких, тому читайте и любите книги, воно того вартое. Ви знаете, что отведути библиотеки, куповать книги на рынках, у магазинах это очень большой внесок как у ваш развиток, так и у развиток друкованої справи. Мы вас вітаемо, до встречи на телеканалі Відкритий. 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 Відкритий.